Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Подрядчик завершил демонтажные работы в здании бывшего кинотеатра «Россия» и приступает к основному этапу реконструкции. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. Ремонт, модернизация и переоборудование теплосетей за счет увеличения инвестиций. В столице региона продолжают готовиться к будущему отопительному сезону. Как отличить информирование горожан от предвыборной агитации? В Самарском доме журналиста прошел круглый стол на тему роли СМИ региона в информационном обеспечении избирательного процесса. Опыт трудовой деятельности в сопровождении наставников. В Самаре обсудили вопросы трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уберечь сердце и сосуды и быть в форме? Совет экспертов о тренировках в жару. Президент Владимир Путин подписал указ, который обеспечивает страховые гарантии для участников добровольческих военных формирований. Документы, опубликованные на сайте Кремля, включают меры по предоставлению компенсации гражданам России, которые состояли или находятся в таких формированиях. В соответствии с указом, в случае гибели гражданина, либо в течение года после окончания контракта, страховая компенсация составит 3 миллиона 130 тысяч рублей. Лица, признанные инвалидами первой группы, получат 2 миллиона 350 тысяч, второй группы 1 миллион 560 тысяч, а третьей группы 782 тысяч рублей. Кроме того, указ предусматривает выплату страхового возмещения в размере 313 тысяч рублей за тяжелые увечья и 78 тысяч рублей за легкое увечья. Также Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Об этом сообщает ТАСС. Министерство, ведомство, управление делами обратились к президенту с просьбой продолжить закупки, сделать упор на автомобили иностранного производства. Но это абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, рассказал глава государства на встрече с руководителями предприятий, обрабатывающей промышленности. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц Минздрава. Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования. По данному делу, сказал глава региона. Напомню, что еще в апреле этого года, принимая участие в коллегии Минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. В этой связи по поручению Дмитрия Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля. В ее состав вошли представители общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности. Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качество предоставления медицинской помощи. Под контролем губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области продолжается масштабная подготовка учреждений образования к началу нового учебного года. Главная цель – создание комфортных и безопасных условий учебы и развития для детей и подростков. Этим летом в регионе капитально отремонтируют 79 школ, в основном в муниципальных районах Самарской области. В 53 учебных заведениях ремонтируют пищеблоки. К примеру, в поселке Суходол Сергеевского района завершается капитальный ремонт средней школы номер 2 впервые за 35 лет. Он проводится в рамках федеральной программы развития образования при софинансировании из федерального и регионального бюджетов. Надо отметить, что обновление образовательных учреждений идет не только на средства федерального и областного бюджетов. В десятках школ частичный ремонт ведут за счет средств муниципалитета. Напомню, в этом году система образования пополнится новыми школами. В ближайшие недели введут в эксплуатацию новый корпус образовательного центра «Южный город» на 1500 мест. И с 1 сентября здесь начнется образовательный процесс. Также в этом году откроют школы в Тольятти на 675 и 1600 мест в Автозаводском районе. Учебный процесс начнется в образовательном учреждении на 450 мест в селе Тимофеевка Ставропольского района. Строится новая школа на 1100 мест и в Самарском микрорайоне «Волгарь». Она примет учеников в 2024 году. Готовятся к строительству учреждений образования в Красноглинском районе Самары на территории микрорайона «Крутые ключи». В целом, в ближайшие два года будут введены в эксплуатацию 9 новых школ. Возведение значимых объектов под пристальным контролем. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция бывшего кинотеатра «Россия» и ремонт памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия» в железнодорожном районе города. Объект долгое время пустовал, но в начале июля начались работы. Здание преображается по национальному проекту «Культура». Здесь будет располагаться Самарский молодежный и драматический театр-мастерская. Наконец-то мы зашли на этот объект в железнодорожном районе. Он действительно востребован и нужен. По большому счету, в железнодорожном районе не было ни одной большой массовой площадки, где можно было бы собраться людям. На данной территории появится новый культурный объект, который совершенно точно станет точкой притяжения для жителей не только железнодорожного, но и Ленинского района, да, возможно, до сего города. Рабочие уже демонтировали отдельные конструкции – кровлю, внутренние перегородки, окна и двери. Убрали и заднюю стену здания, чтобы построить новое сценическое пространство и возвести пристрои по бокам центральной части будущего театра. Сейчас идет усиление фундамента, остающейся части здания, и в ближайшем будущем начнем копать котлован под сценное вот это пространство с котлованами под два пристроя, которые с двух сторон этого здания появляются размером 7 метров в каждую сторону. Репетиционный зал, помещение гримерных, помещение для артистов, офисное помещение. В следующем году «Новая жизнь» подарит и бульвару, который находится рядом с будущим театром на улице Чернореченской. Эта территория заняла второе место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят цветы и деревья. Преображается и памятный комплекс на улице Мичурина, посвященный воинам, погибшим в локальных войнах. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт на этой территории. Сейчас площадь закрыта для посещения. Памятник решено сохранить в первоначальном виде, но необходимо заменить гранитное покрытие. В ходе ремонта будет демонтирована плитка, которая утратила свою стойкость, и будет восстановлена плитка из тех же месторождений, такого же формата, это гранит. Будет выложено заново, причем толщина этого гранита будет несколько больше, чтобы прочность объекта была сохранена на многие-многие годы. Основная задача – вернуть, сохранить первоначальный вид памяти, как он был в свое время задуман скульпторами, авторами этой замечательной композиции. Свечи останутся прежние, но под ними обновят мраморные плиты и сделают подсветку. Выложат дорожку к памятнику солдату, он тоже будет освещаться в вечернее время. Мраморные плиты с фамилиями военнослужащих, погибших в локальных войнах, сохранят. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Департаменте городского хозяйства и экологии прошло еженедельное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. Ежегодно в Самаре проводятся ремонт и модернизация сетей. Благодаря переходу города в 2020-м на модель альткотельной многократно увеличился объем инвестиций в перекладки теплосетей, их оснащение, например, системой оперативного диспетчерского контроля. Напомню, что эта автоматизированная система способна определить место повреждения трубопровода с точностью до 1-2 метров, позволяя тем самым оперативно произвести ремонт и предотвратить возникновение аварийной ситуации. В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплосетевых объектов. Работы на двух объектах уже полностью завершены. С основными работами на остальных теплотрассах подрядчики планируют справиться до конца августа. Для двух дополнительных объектов решен вопрос с финансированием. На заседании штаба обсуждали сроки поставки необходимых материалов. Только после этого ресурсоснабжающая организация и ее подрядные организации смогут приступить к работам на дополнительных участках. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, часть работ проводится в ночное время. Весь процесс обновления и последующего благоустройства находится на постоянном контроле администрации города и теплоэнергетиков. Те сроки, которые были обозначены жестко с подрядчиками, проговорили о том, что данные сроки должны соблюдаться, особенно по исторической части города и по социальным объектам, которые, те перекладки, которые находятся рядом с социальными объектами, также сроки должны удерживаться. Представители профильных служб просят жителей отнестись с пониманием к подготовке инженерной инфраструктуры и обращают внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. Так, на текущей неделе с 5 утра четверга временно ограничено движение транспорта по ремесленному переулку на участке от улицы Каховской до проспекта Кирова. Ограничение будет действовать до 5 утра 8 августа. А до конца суток 15 августа ограничено движение по третьему проезду на участке от улицы Гаражной до проспекта Карла Маркса. Кроме того, с сегодняшнего утра до конца суток 15 августа нельзя проехать по улице Алексея Толстого на участке от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». После завершения первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станция «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Общественники также акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. Без метро нам нельзя. И когда построили метро, я, честно говоря, все-таки построили достаточно давно, я огорчался, что метро фактически существует только там на Безымянке и не соединяет дальние районы с центром. И, наконец, когда это решение было принято, безусловно, я его поддерживаю. Без этого нельзя. Как отличить информирование населения от предвыборной агитации? В Самарском доме журналиста прошел круглый стол на тему роли СМИ в информационном обеспечении избирательного процесса в 2023 году. В заседании участвовали члены регионального союза журналистов, общественной палаты Самарской области и регионального штаба независимого наблюдения за выборами, а также федеральные эксперты. Подробнее в нашем сюжете. Информирование о предстоящих выборах началось вместе с официальным объявлением старта избирательной кампании. В начале лета. Но самое главное – работа впереди, за 28 дней до старта голосования. Чтобы разобраться в тонкостях законодательства, которое касается работы СМИ на выборах, в Самарском доме журналиста собрались федеральные и региональные эксперты. Журналисты должны сыграть в этом большую роль. Они не должны агитировать за кого-то, они должны рассказывать о кандидатах и рассказывать так, чтобы действительно любой гражданин встал и пошел на выборы. Где эта тонкая грань между информированием и агитацией и обсуждали эксперты во время круглого стола? Помогают определить границу федеральные законы о выборах, о СМИ и о рекламе. Эксперты рекомендуют журналистам еще раз ознакомиться с документами, тогда можно будет избежать нарушений. В остальном сотрудники СМИ, получившие аккредитации, смогут все три дня вести фото и видеосъемку на любом избирательном участке. Главное не создавать помех работе избирательных комиссий, не нарушать тайну голосования избирателя и не снимать крупно тех, кто не давал на это разрешение. Также нельзя будет с 5 сентября и до завершения голосования публиковать результаты опросов общественного мнения. Для аккредитации журналистов на избирательные участки теперь необходимо подтвердить то, что журналист действительно работает в данном издании. Помимо традиционных способов передачи информации, газетами и телеканалами активная работа ведется и в социальных сетях. Так как это относительно новая площадка для работы, то она меньше регулируется законодательством. Одна из задач, стоящая перед общественностью, определить форматы работы, чтобы свести к минимуму недостоверную и непроверенную информацию. Понятно, что будет работа в основном вестись в социальных сетях, потому что цифровая зрелость общества на очень высоком уровне. Но при той конкурентности, которая у нас в Самарской области сложилась, мы должны сегодня все вместе договориться о том, что, так сказать, на берегу переправы, что мы проведем выборную кампанию открыто, честно, для того, чтобы мы однозначно понимали, что это состоялся выбор нашего истинно народного губернатора. Определили эксперты главную задачу журналистов. Они, как и независимые наблюдатели, должны обеспечить легитимность выборного процесса. И к тому же беспристрастно рассказывать о ходе голосования. Подводя итоги встречи, все участники заседания пожелали друг другу удачи в работе на ближайший месяц, поскольку начинается самая главная часть выборной кампании. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. В России появится сотовый оператор для госорганов. Об этом сообщает одно из информационных агентств. Проект находится на стадии обсуждения между акционерным обществом «Голонас» и крупнейшими отечественными компаниями связи. В настоящее время ведутся технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет. Данная система изначально создавалась для решения задачи по экстренному вызову оперативных служб, оказания помощи, спасения жизни и здоровья людей, в том числе в случае ДТП. Однако теперь область применения системы планируют расширить. В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в кражах. Как сообщили в пресс-службе ГОМВД России по Самарской области, сумма причиненного потерпевшему ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 года по январь текущего года совершил ряд квартирных краж на территории Ленинского, Железнодорожного и Куйбышевского районов. В январе 2023 года обвиняемый действием в составе группы незаконно проник в жилище, расположенное на улице Ленинской. Убедившись, что хозяев нет дома, злоумышленники похитили золотые монеты, украшения, наручные часы, кухонный прибор стоимостью более 50 тысяч рублей, алкоголь, ручную кладь, парфюм и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1 миллиона рублей. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Самарский инженер вложил в биржу 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области. Все началось с того, что 37-летнему инженеру позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение. Незнакомец выслал ему подробную инструкцию и пояснил, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение месяца самарец вкладывал в выгодное предложение деньги, когда сумма достигла 4,5 миллионов рублей, собеседник перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Нефтегорском районе Самарской области на 97-м километре трассы на подъезде к Оренбургу произошло ДТП с участием автомобиля «Пежо» и мотоцикла. 27-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Самары в направлении Нефтегорска, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 36-летний мужчина. На месте ДТП погиб водитель мотоцикла и пассажир, 31-летняя женщина. Пассажир автомобиля «Пежо», 35-летняя женщина госпитализирована. В Минздраве опровергли информацию о том, что некоторые услуги станут платными с 1 сентября. Как отметил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, вся необходимая медпомощь оказывается гражданам России бесплатно, по полюсу обязательного медицинского страхования. Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности. Все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, стационарная или амбулаторная, лекарственное обеспечение в стационарах, будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий. Изменений в этой части не планируется, добавил Кузнецов. Помочь трудному ребенку определиться с будущей профессией. В Самаре обсудили вопросы трудоустройства детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей. За круглым столом собрались психологи, специалисты по занятости и профориентации молодежи. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут освоить новое дело под руководством опытных наставников. Подробности расскажет Ксения Баканова. Помочь детям-сиротам найти свое место в жизни и обрести профессию мечты. С 1 августа Молодежный центр «Самарский» и профсоюз работников агропромышленного комплекса Самарской области при поддержке фонда президентских грантов реализует проект «Первый шаг». Его цель – работа с детьми в возрасте от 14 до 17 лет. Опыт трудовой деятельности смогут получить 50 человек. Ребята из числа сирот могут на период каникул, также в свободное от учебы, время обратиться к нам в центр и поработать по тем специальностям, которые мы предлагаем. Так как это подростки, это должны быть легкие виды работы. То есть кем можно работать? Помощником специалиста, помощником садовника, уборщиком территории, подсобным рабочим. Для ребят такая стажировка – возможность получить опыт и заработать карманные деньги. Освоить новое дело им помогут опытные наставники. Они предварительно пройдут обучение, так как работа со сложными детьми требует времени и сил. К каждому ребенку нужно найти подход, утверждают специалисты. Иначе он закроется и перестанет доверять. Мы хотим подключить еще не просто наставников, а наставников молодежь, которые у нас существуют на предприятиях, активные ребята, которые могут уже даже, несмотря на то, что они еще молоды, передать свои знания, включить, так скажем, в активный рабочий процесс других ребят и тем самым помогать. Стажировка продлится 10 дней. За это время подростки смогут научиться качественно выполнять свои трудовые обязанности. А для кого-то такая практика – это путевка в новую жизнь, отмечают эксперты. Из существующей практики мы знаем, что после прохождения вот такой стажировки первоначальной, многие ребята в конечном итоге выбирают эту профессию, обучаются и приходят на эти предприятия, где они когда-то проходили вот это ознакомление с профессией. Для того, чтобы освоить профессию, нужно обратиться в молодежный центр «Самарский». При себе у подростка должен быть пакет документов. Необходимый перечень можно найти на официальном сайте организации или в социальных сетях. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или в обнаженном виде. Теперь нарушители будут платить 6 тысяч вместо 300 рублей. Об этом пишет одно из информационных агентств. Еще 8 июня парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах, кроме пляжей, в купальных костюмах, либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда или 6 тысяч. Ранее штраф составлял 5 минимальных размеров или 300 рублей. Лето – идеальная пора для того, чтобы начать заниматься спортом. В городе много специализированных площадок, но в отличие от тренажерных залов, они не оборудованы кондиционерами. А значит, давая нагрузку организму, нужно подумать о том, чтобы поберечь сердце. Как питаться в дни тренировок, сколько жидкости выпивать и какие упражнения выполнять, чтобы стать стройнее? Расскажем в сюжете. В жаркие дни идеальные часы для тренировок до 9 утра или после 6 вечера, рассказывает фитнес-тренер Наталья Перескокова. Можно начать с бега, но если бегать по утрам, потом весь день будет повышен аппетит, что может привести к набору веса. А вечерами не каждый найдет силы для бега, да и организм быстро привыкает к однообразным нагрузкам. Наталья уверена, лучше их разнообразить. Если у вас есть цель похудеть, то лучше менять нагрузки. Один день, например, ты плаваешь в Волге, второй день ты катаешься на велосипеде, третий день ты пришел на турники, например, делаешь упражнения здесь, четвертый день ты делаешь йогу какую-то или пилатес, что-то на коврике, такое в тенечке легкое. Пятый день ты, например, на пробежку вышел. Жару в дни тренировок нужно тщательно следить за тем, что ты ешь. Лучше отказаться от жирной пищи, к примеру, от мяса, за исключением мяса птицы или рыбы. Минимизировать слишком жирную, слишком сладкую сахар, потому что сладкая именно сахар, он имеет разогревающее свойство, то есть вы съели десертик, и вам может стать еще жарче. То есть вы прям чувствуете, что вас в жар бросило, потеете. А вот арбуз, несмотря на то, что он сладкий, употреблять можно и нужно. Сахара там немного, зато в изобилии железа, магний и растительная клетчатка. Также очень полезны молочные продукты. Молочные продукты еще по аюрведе обладают охлаждающим свойством, то есть вы можете поесть, например, творог с ряженкой, с фруктами, и пойти, и вам будет комфортнее, чем вы, например, поели условный беляш. И, конечно, не стоит забывать о воде. В жару лучше отдать предпочтение минеральной. Она восполнит водно-солевой баланс. Но минеральная вода полезна только тем, у кого здоровые почки, ведь она провоцирует выход камней. А вот обычная подходит всем без исключения. Лучше пить, конечно, по потребности, то есть сильно заливаться тоже не нужно через силу, так чтобы, если вам не хочется, но в то же время не менее, чем стакан воды там каждый час. Тренеры советуют летом не ставить перед собой высоких целей и избегать интенсивных нагрузок. Нужно поддерживать ту форму, в которой находились зимой. Легкая кардио, растяжка, тренировка с собственным весом. Все, что нужно для занятия на свежем воздухе. Начинать лучше с упражнений на нижнюю часть тела. Они требуют больше энергии. Это приседания и выпады. Можно усилить нагрузки при помощи резинок. А в конце тренировки прокачать плечевой пояс. Здесь лучшее упражнение – это подтягивания. Ольга Павлова, Виктория Шара, Николай Епифанов. События. Скейт-площадка и место для занятия воркаутом появятся в поселке Береза Красноглинского района Самары. Напомню, в 2023 году в регионе продолжается благоустройство общественных пространств. Территорию в Красноглинском районе начали обновлять благодаря поддержке проекта местных жителей «Будь в движении» и конкурсной комиссии губернаторского проекта «Содействие». В настоящий момент проект скейт-площадки уже воплощается в жизнь. Она появится на территории рядом с храмом в честь святителя Николая. Дизайн-проект предусматривает создание скейт-площадки и площадки для занятий воркаутом. Сейчас специалисты занимаются планировкой территории, идет подготовка к установке бортового камня и укладка основания. В сезон летних отпусков и каникул администрация Самары напоминает горожанам и гостям города о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами купания в состоянии алкогольного опьянения. Следует помнить, что купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах. При этом необходимо соблюдать правила безопасности. Не допускать переохлаждения и перегрева тела, оказывать помощь терпящему бедствия, уделять повышенное внимание детям. Отдыхающим на воде запрещается купание на оборудованных местах при вывешивании красного флага, прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема. Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы, устраивать в воде опасные игры, далеко отплывать от берега на надувных средствах. Также запрещено подавать ложные сигналы тревоги, бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы, кататься на самодельных платах, употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состояние алкогольного опьянения, подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. В местах массового купания людей запрещено использование рыболовной снасти. Хоккейный клуб «Лада» продолжает комплектовать состав к первому сезону в КХЛ после возвращения. Велосипедисты 63-го региона успешно выступили на летних играх сурдлимпийцев, а Дарья Касаткина выбыла из борьбы за победу на теннисном турнире в Вашингтоне. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Хоккейные клубы «Лада» и «Дизель» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Глеба Булычева. В прошлом сезоне «Защитник» провел в общей сложности 48 игр за пензенский «Дизелист» в молодежном первенстве и заработал 29 очков при показателе полезности плюс 11, а также принял участие в одном матче «Дизеля» в регулярном чемпионате ВХЛ. Игроки молодежной хоккейной команды «Ладья» провели первый контрольный матч против уфимского «Толпара». Тольяттинские игроки смогли три раза реализовать численное преимущество, после чего позволили соперникам отыграть одну шайбу. 3-1 победа «Ладьи». Команды проведут еще одну очную встречу. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. В матче второго круга она уступила украинке Элине Светолиной 2-6-2-6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Дарья сделала один эйс и четыре двойные ошибки, а также ни разу не смогла взять гейм на подачи соперницы. В Башкирии на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» представители Самарской области в составе национальной сборной команды России завоевали 14 медалей в соревнованиях по велосипедному спорту. Это лучший результат среди других регионов. У самарцев три золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград. Сильнее других выступила Елизавета Бавыкина, на счету которой два золота и два серебра. Утверждены состав участников и расписание игр открытого чемпионата Тольятти по гандболу среди женских команд, который будет проводиться с 18 по 22 августа. К хозяйкам соревнований «Ладе» и молодежному составу «Ладе-2» присоединятся «Звенигородская звезда» и «Московский луч» из Суперлиги, а также «Уфа-Алиса» из Высшей лиги. Команды сыграют по одному матчу с каждым соперником. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учебный центр «Муниципальное предприятие Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессию водителя трамвая и троллейбуса, говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефону 309 95 35 и 309 95 91. В телеграм-канале Департамента опеки предлагают принять участие в опросе по теме «Меры дополнительной социальной поддержки инвалидов в Самаре». Полученные в ходе онлайн опросов результаты будут использованы с целью анализа дополнительных мер социальной поддержки гражданам городского округа Самара. Результаты опроса анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо пройти по ссылке, опубликованной в телеграм-канале Департамента опеки. «Открытое окно. Опасность для ребенка» напоминают в телеграм-канале Красноглинского района и призывают родителей, не оставляя детей без присмотра. Теплое время года – период повышенного внимания к их безопасности. По утверждению специалистов, ребенку нужно меньше минуты, чтобы открыть окно, а москитная сетка не рассчитана на детский вес. Форточки и пластиковые окна должны быть открыты наверх. При необходимости можно установить фиксаторы и блокираторы, выставить на подоконник цветы или предметы быта. Глава Кировского района Игорь Ирдаков встретился с жителями дома по адресу металлистов 72А, говорится в телеграм-канале. Он осмотрел качество работ по благоустройству, которые завершились там в этом году. Здесь отремонтировали проезды, тротуары, парковку. Глава района обсудил с жителями интересующие вопросы. Также вместе с активистами был рассмотрен дальнейший план действий по развитию придомовой территории. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале. На страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok